Во-первых, посмотрим, что нужно делать, если у нас, что называется, кривая с острием. Давайте я напомню, что было в прошлый раз. Когда есть любая кривая, у нее могут быть точки перегиба. Вот это вот, без всяких точек возврата, кривая, давайте я напоминаю, это называются двойные точки. И что такое точки перегиба? Точки перегиба – это место, где меняется направление перпендикулярно. То есть, когда вы движетесь, то ускорение вот здесь направлено внутрь, а здесь ускорение направлено наружу. Давайте то же самое посмотрим. Вот здесь вот есть точки перегиба, где еще есть? Окол первой отмеченной, чуть-чуть правее было. Здесь? Да. Здесь есть точки перегиба, еще где? Над первой отмеченной. Вот здесь, да? Ну вот, у нашей этой кривой количество точек перегиба – четыре. У нас там было понятие внешнее касательное, было понятие внутреннее касательное. Я не буду сейчас вот для этой кривой вырисовывать все внешние касательные, все внутренние касательные, а просто напомню, что там была такая замечательная формула. Если есть две кривой, то, смотрите, касательные внешние, вот здесь вот они в количестве двух штук, да? Давайте пишем, Т плюс – это два. Касательных внутренних, их тоже в данном случае две. А точек пересечения у этих кривых – одно. Так вот, формула очень простая. Оказывается, что внешних касательных их столько же, сколько внутренних касательных, плюс точек пересечения. Например, если вы берете две пересекающие из окружности, то внешних касательных будет две, а вот точки пересечения две, а внутри касательных – отлично. На прошлой лекции была доказана формула для одной кривой. Называется теорема Фабрициус ЕГЕ. Давайте напомним, для одной кривой, как она звучала. То есть, Т плюс – это Т минус, плюс Т, плюс и попало. Такое место было совершенно нехитрое. Состояло оно в том, что когда у вас есть кривая, то мы проводили кривую следующим образом. Мы чуть-чуть везде, что называется, отступали к внутренней кривой. В результате в точке перегиба проходило такое пересечение. Понятно, да? Дальше мы вот так вот шли-шли-шли-шли. Ну, я напоминаю, это все было в прошлый раз. Вот возникала такая вот штука, в точке перегиба, вот так вот, перекасание. Дальше шли, дальше опять у нас перегиб, дальше опять касание. И вот так вот попадает. Так, вспомнили картинку, да? Так вот, если записать вот эту вот теоретку для внутренних, то в таком случае, собственно говоря, и получим. Так, а для чего я сейчас говорю? Ну, вот для чего. Оказывается, если у кривой, с которой мы делаем, есть точки возврата, то, например, кривая выглядит вот таким вот образом. Оказывается, можно сделать, собственно говоря, то же самое. То есть, вы... Где-то точки перегиба, здесь точки перегиба, здесь точки перегиба, вы можете точно так же идти... А теперь смотрите, какая будет история здесь. Вот что будем делать там, где... А непонятно, что делать. Потому что, казалось бы, я вот сейчас прохожу, и сюда прохожу, и плохо, да? Давайте пройдем после структуры стороны. И тогда там будет петелька. А давайте мы все-таки там, где есть дочь Еванфрана, поймем, что не хотим у красной кривой устраивать такое безобрание. Давайте мы действительно пройдем, что называется, с другой стороны. Так, я нарисую это понятие. Итак, есть у нас просто движение, действительно, пойдем с другой стороны, да? Пойдем с внешней стороны. Потому что, когда я пошел с внутренней стороны, как видите, получилось некрасиво. Но никто не запрещает нам идти с внешней стороны. Тогда, ну, собственно говоря, там-то все будет то же самое. А здесь будет забава. Я иду с внешней стороны, пересекаю. Понятна идея? Или нет? Здесь я иду с внешней стороны и тоже пересекаю. И во что же у меня превратилась в каждую точку возврата. Видите ли это? Если я иду с внешней стороны и от тревоги. Слышишь, по идее, может так случиться, что надо будет делать такую операцию дважды. Понятие внешняя сторона для точки возврата вполне корректно. Это именно от тревоги в эту сторону. И везде это будет согласовано. И в результате формула приобретает просто-напросто еще слагаемое. Какое слагаемое оно приобретает? Дайте подумать. Точка возврата заменилась на две точки. На самом деле вы вспомните, пожалуйста, вот эта вот формула, она же оттуда пришла. Из формулы 2D плюс здесь не минус. Равняется 2D минус плюс 2D плюс И. Дело в том, что И это, то есть, что у меня сечение. Понятно, да? Так вот, и плюс 2, я не знаю, давайте поедать, да? Возврат. Плюс 2 точки возврата. Так здесь будет просто-напросто прибавлено точек возврата. Поняли? Вот, так что проблем никаких. Впрочем, есть другой способ разбираться здесь с точками возврата. Он вот какой. Когда у вас есть точка возврата, то вы можете ее заменить на вот такую вот петель. Что в таком случае получится? Получится две точки перегиба. Понятно, да? Ну, это, собственно, в формуле видно, что все согласовано. Потому что если вы заменяете точку возврата на две точки перегиба, то как раз пополам делятся. Вот они все и добавятся. Да, и еще важно, что при этом понятия внешнекасательные и понятия внутреннекасательные немножко изменяются. То есть, когда у вас есть вот такая прямая, то мы ее будем называть касательными. Потому что иначе у нас здесь ничего не получится. Вот. Но это чуть-чуть, мы, что называется, обобщили нашу формулу, чуть-чуть на кривые, у которых есть точки возврата. Это, в общем, не такое уж интересное. Хотите так, как я здесь показал, хотите вот таким приемом, это небольшое, что за этим. Мне кажется, более интересное изменение это, если посмотреть на свете.